Девушки отдыхают Несчастным случаем на производстве Как вы поживаете? Да неплохо, как вы проживаете? А мы классно, хорошо, слава богу Спасибо, что спросили Спасибо, что вы спросили А вы откуда будете? С Казахстана Салам алейкум Алейкум, а вы откуда? Я из Сахалина Честно, не знаю, откуда дожать Да и не надо Ну, страна какая-то вообще, Сахалин Ну, Сахалин это севернее Японии У какой страны там Японии Проблемы небольшие? Туда-сюда острова хотят назад Россия? О, молодец, смотрите А говорите, не знаете Я просто предполагаю А, ну вы правильно Вы же не предположили, например, Филиппины? Правильно, вы сразу как-то раз и определились Япония, там вроде недалеко Как бы там, что-то, там, от ограничений, там где-то недалеко Ну да И Китай, и Япония Ну да Ну, правильно предположили Окей, я угадаю, что-то А вы знаете столицу России? Да Какая? Москва А столицу Японии? Не знаю Классно, тоже Москва А вы откуда с Казахстана? Я так, с города Кустаная А, привет, Кустанаю Что у вас интересно? А откуда в Японии и Москва взялась? Ну, не знаю Вот в Соединенных Штатах я слышал В штате Айдаху есть город Москва А в штате Флорида есть город Санкт-Петербург А в штате Техас есть город Одесса Прикольно, да? Они все расхватывают название, кому не лень Мне кажется, перешут Что? Ну, это не может быть такого Да, забьете в гугл Потом посмотрите Что там у тебя Я вас обманываю, что ли? Я никогда не обманываю Вы хотите сказать, что Япония Что, взяла Москву, что ли? Да Как название? Почему нет? Просто как название? Как название? Я же вам говорю В Соединенных Штатах В штате Айдаху Есть город Москва тоже Это не без всякой зазрения совести Странно и удивительно, блядь Ну, бывает Прочитайте Потом в гугл забьете Посмотрите Ну да, вы сейчас меня прям удивили, конечно Я как бы За Америку много чего знаю Но это я впервые слышу Да, вы что? Вы знаете, кстати Город Нью-Йорк раньше назывался Новый Амстердам Потом его переименовали англичане Они у этих У голландцев отбили его и переименовали Не знал Ну вот, видите Сколько нам ошибок трудных Готовит просвещение дух И опыт сын Ошибок трудных И гений парадокса вдруг Если историю сильно поднимать То много российских земель Которые сейчас в России Были казаться украинскими Казахскими и китайскими Да вообще России вообще не было Слушайте, была вот эта вот Москва и вокруг болота Все, вот их не было вообще Был Казахстан, Китай, Россия Это Казахстан, Китай И Украина, все И вот сразу же оттуда пошло Потом Речь Посполитая Княжество Литовское В России не было Откуда? Придумали ее вот Недавно совсем В девяносто первом году Нет Ну не так прям По-другому было А, нет Когда Советский Союз образовался Ее придумали И сразу же земли начали отжимать У всех Вот Украина Когда земли отжали Вот сразу же В семнадцатом году Как только Советский Союз Начал становиться Вот эта революция Октябрьская Социалистическая И сразу же начали У всех земли отжимать Казахстан отжали Китай вообще Ну Китай далеко был Они туда не пошли У них там Китайская стена была Она мешала перепрыгнуть Через нее Они специально строили Эту стену Чтобы от врагов Отбиваться Знаете, да Великая Китайская стена На две с половиной тысячи километров Вы не историк случайно? Я историк Историк? Да Я и думаю Откуда вы все это знаете? Просто я сижу Слушаю И думаю Блядь Я этого как бы Только вот узнаю И знаете Как-то В Ютубе Там кто-то что-то рассказывает Я слушаю это внимательно Самый лучший ресурс Где изучать историю Я вам скажу просто по-своему Потому что у нас Нас много Вот мои коллеги Там выставляют часто Это в ТикТоке Вот в ТикТоке Вы историю Вот я тоже Да Вот мои коллеги Все там Они в ТикТоке Такую историю Обалдеете просто И причем Знаете Это все В сжатой форме Они вот буквально За минуту Могут донести Например Историю Например Той же самой Украины Вот за одну минуту Вот Все вот 15 веков Украины Они за минуту Объяснят Вот я кстати Смотрел Какой-то Какой-то человек Там за Украину Рассказывал И кстати Вот то что Я понимаю Так с Россией Да? Ну Сахалин Да Вот И то что Там Путин Короче говорит Это наша Наша территория А вот Один историк В этом Ну В ТикТоке Объясняет Кстати Это все было Испокон веков Еще с дальнейших времен Была территория Украины С какого типа фига Россия Там типа Пытается Забрать то Что Казаса Примнажала Украине Да вообще Россия Вообще Вы знаете Вот Они сами себе Историю придумали Всех вот этих царей Всех этих Реуриковичей Романов Их же не было На самом деле Они просто придумали Вот Раньше Вот были Украинские Гетманы И вот Они рулили Вот этой территорией Вот Большая часть России Это под Украиной Была Еще большая часть Была под Казахстаном Китай Китай Отгорожен Был стеной Он там Сам по себе Развивался Свои там Пять тысяч лет Их никто Не трогал Вообще Японцы Первые Кто до них Прикоснулись А потом Пожалели Да А вообще Говорю Вот Это Россияне Они вообще Они напридумывали Такой историей Вот это Под шумок Знаете Вот когда Началась Вот эта Дележка земли Вот 91 год И начали Отхватывать Кто Этот Ельцин Сказал Берите Суверенитет Сколько Хотите И пока Все начали За суверенитетом Бегать Он начал У всех Территорию Отжимать Все эти Якутии Калмыки И все К себе Присоединил Казахстан Часть Присоединил К себе Вот это все Что было Казахстанские Территорию Все отобрал Вот хорошо Вы потом Хлопцы Так как встали Блин Нихера Больше Не дадим Иначе Вы все Забрал Блин Вот вы мне Сейчас просто Вот Мне с вами Прям Я не знаю Вы сейчас Мне такое Рассказываете Что мне Прям Очень интересно И Я вот Одному человеку Блин Хотел бы Показать Что вы Говорите Ну вы Запишите Если вы Можете У меня Кстати В ТикТоке Тоже Есть Вот я Много лекций Веду В ТикТоке Да Вы зайдите Возможно Вы мне Показались Потому что То что Касается Вот знаете Территорий Украины России Казахстана Я это все Слушаю И смотрю Мне интересно Что же там Потому что Россия Говорит Типа У нас Чуть ли Не вся Евразия Россия Нет Вообще Россия Вообще Нарушила Все Вот эти Вот Связи Вот Почему Украинцы С казахами Они близкие Вот по душе В душе Они Вот как Братья А Россия Взяла Вот специально Чтобы разлад Внести Они взяли Вот и С себя Туда Вот вставили И получилось Граница Между Украиной Казахстаном Не стало А это же Был бы Великий Шелковый Путь С Китая Вот Прошел бы В Европу Но так Как Россия Стоит Поперек Теперь Шелковый Путь Туда Не пустишь Приходится В обход Идти А Китай Тоже Не сильно Хочет С Россией Договариваться Так они решили Чтоб здесь Никого Не обижать Они Китай Решил Великий Шелковый Путь Делать Через Северный Ледовитый Океан Оттуда Ити Начал Подводные Лодки Строить В подводных Лодках Перевозить Чтобы Подо Льдом Там Лед Большой В некоторых Местах Лед Почти Километр Глубиной Чтобы На подводных Лодках Товары Перевозить Да Я говорю Вам бы Просто Показать Человека Чтобы Он Это Все Послушал Я Просто Спомни Он Говорит Россия Вот Типа Казахстана Никогда Не Было Украина Никогда Не Было Беларуси Никогда Не Было Узбекистан Все Это Было СССР Это Все Была Великая Русь Это Все Было Короче СССР Один Одна Страна Была А Потом Просто Типа Пошло Типа Какое Типа И там Уже Начали Делиться Да Эти Русские Они Сами Придумывают Историю Мало Того Эти Русские Они Мало Того Себе Историю Что Вы говорите Не Я говорю Эти Русские Они Такого Вот Я Вот Сам Да Я Из Таджикистана Да Я Приехал Мы Здесь Живем В Сахалине И Вот Эти Русские Они Сами Себе Историю Придумывают Даже Нам Таджикам Говорят Как Правильно Надо Делать Вот Знаете Вот Они Всем Придумывают Историю И вам Придумали И всем Всем Придумывают Историю Да Вот Даже Нам Вот Приходят Знаете Вот У меня Сосед Есть Да Вот Иван Иван И Марфа Его Жена Мы Здесь Спокойно Живем У меня Домик Крабов Ловим Крабы Кушали Когда Ни Такие Камчатские Крабы Вот Сахалинские Тоже Большие Ноги Да Вкусные Приходят Меня Учит Как Крабов Ловить Я Говорю Родно Я С Таджикистана Я За баранами По горам Бегал Ты Меня Учишь Как Крабов Ловить Ты Кто Я Говорю Руками Баранов Ловил Он Приходит Учит Он Думает Меня Надо Учить Вообще Обалдели Думают Все Знают Не Русские Не Именно Нация А Вот Эти Путинисты Вообще С С Ходят Я Не Знаю Вот Путин Сказал Что Украинцы Фашисты И Теперь Во многих Странах Считают Украинцев Фашистами Да Вы Что Это В Какие Страны Действительно Поверили Да Ну Считали Сейчас Уже Вроде Как Нормально Отошло Вот Так Вот У меня Один Человек Сидит Недалеко В Другой Комнате Он Фашистам Считает Он Путин Жопу Готов Немного Не Так Нельзя Тем Более В Казахстане Какой Путин Путин Шмутин У вас Свой Есть У вас Назарбаев Был У вас Сейчас Такаев Есть Такаев Да А он За Путина Не Надо Зачем За Путина Иди Путин Там У него Свои Кто За Него Идет Вот Идите За Такаев Идите Он Знаете Что Он Ждет Когда Путин Отожмет Кустанайскую Область К России А Зачем Он Крым Отжал За Себе И Тихоря Он Может Кустанайскую Область Отжать Ну В Крыме Ладно Море А у вас Что Есть В Кустанайской Области Интересно За Что Он Может Отжать Да Нихуя Два Рудника Блять А что Золото А что Уран Не Не знаю Там Точно Короче Два Рудника Есть У нас Не Путин Слушайте Сейчас Уже Рудным Методом Добывают Мало У меня Старший Брат Вот У меня Старший Брат Есть Он На Сахале На Этому Живет Как Он Норильский Живет Они Там Добывают Этот Собирают Никель Собирают Потрогал Пиздец Пошло Поехало Да Ну Вот Просто Не знаю Для чего Конечно Ну Типа И он Ждет Не 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 Верьте Скажите Ему Пусть Не Ждет Даже Говорю Путин Сейчас Занят У него Тут Дел Столько Много Везде Да Он Никакая Кустанайского Зачем Это Надо Тем Более Рудники Сейчас В рудники Никто Не Хочет Лезть Потому Что Говорят Там Грязно Сейчас Просто Идешь Вот У нас Никель Собирают Придумали Новый Способ Никель Из Земли Вечная Мерзлота Выдавливает И он Так Садится Мхом На Мох Оседает Замерзает На Воздухе И нам Мох Оседает И потом Его Подрезают И спокойно В корзинке Кладывают Приносят На Предприятие Перерабатывают Короче Никель Получается Прикольно Да Прикольно Зарплаты Хорошие Три тысячи Долларов Платят Брат Зовет Говорит Приходи А я Крабов Тут Ловлю Поэтому Я Не Хочу Туда Ити Вы Знаете Честно Я Живу В Казахстане Смотрю Что происходит В России В Украине Украинцев Конечно Я Не знаю Как Вы Но Я Поддерживаю Украину Я За Украину Вообще Все Это Временно Вот А Сам Честно Я Хотел Просто Уехать В Америку А Что Там Интересного У меня Там Друг Живет Он Живет Там Уже Сколько Лет Наверное 8 Что Рассказывает Ну Что Рассказывает Я Рассказываю Как у Меня Он Рассказывает Как у Него И Просто Сравниваю Получается Я Вообще Живу Как Чмо Как Бомжа А Где Он В Америке Живет Ой Блять Я Город Забыл Как Называется Там Короче Получается Ну Их Именно Из Казахстана Их Много Людей Там Живут Их Там Районы Короче Он Живет Там Где Много Казахов И В то же Время Русских И Украинцев Там Район Какой Там Я Не Помню Они Все Вместе Живут Казахи Русские Украинцы Да Они Там Получается У них Район И Там Большой Район И Здесь Много Казахов Короче Здесь Живут Много Русских Показывает Тут А дальше Там Живут Украинцы Видите Как они Они Вместе Живут Все По-доброму Не ругаются Друг с Другом Все Нормально В Америке А Там Можно И У них Еще Есть Свои Магазины Есть Короче Магазин Как он Подходит Снимает Видеокамеры Подходим По-русски Разговаривает Да Вы Что Магазин Супермаркет Ну как Супермаркет Для меня Это Супермаркет Заходим С ним Покупает С ним По-русски Разговаривает Он Казах С ним По-русски Разговаривает Обалдеть Слушайте А почему По-русски Разговаривает Почему Не По-казахски Не знаю По-казахски Не разговаривает Вот Именно По-русски Разговаривает По-казахски Интересно Да Вот Русский Язык Этот Блин Они Русский Язык везде по-русски они специально вот это весь мир заставили русский язык даже в америке вы говорите на русском языке разговаривают все эти русские с них обалдеваю вообще вообще ну нельзя же так некрасиво я тоже по-русски представьте они нас тоже заставили а у вас очень родной язык какой таджикский он новый он вообще возник вот когда советский союз вот только начал формироваться сразу таджикский язык немножко придумали да он вместе вот привет салам да ну вас салам а у нас по-еврейски вообще когда евреи друг с другом разговаривают такие друзья близкие они говорят шаломчик да такой уменьшительно уменьшительно раскатенный здрасте да такой шаломчик у нас тоже у нас соломчик да у нас салам чеки салам алейкум там саланчик лайсен как майк тайсон о видите вот видите тоже и все по-русски и опять же у нас тоже заставили ну ладненько давайте я очень я вам я вам такое опять же я вот сейчас вот чтобы подвести до итог нашей беседы вот вы захотите историю учить захотите в тик ток там очень много интересного по истории да вот мировой очень много все вся история в тик токе книжки читать не надо все в тик токе чтобы у вас мечта сбылась вы в америку попали даже я думаю даже английский учить не надо потому что если вы сами сказали там все по-русски так разговаривают зачем это английский или казахский или русский или украинский будете знать и нормально надо выучить да он кстати он такой он с очень сложный язык и выучить очень сложно потом поэтому многие украинцы даже не знают украинский язык они называют это сужи когда берешь русский язык с украинским мешаешь получается сужи да на сужики будете говорить будет нормально буду иметь ввиду давайте если я вас в тик токе увидите давайте удачи вам дай вам бог здоровья чтобы вас все было хорошо другу привет пусть за путина не слогать не надо это нехорошо давайте удачи спасибо до свидания давайте мне надо это комментировать или не надо святой человек что надо спасать человека так стоит вопрос честное слово вы понимаете на почве алкоголизма у него появляются какие-то навязчивые идеи какая-то украденная невеста он рвет все время кого-то спасать ясно белая горячка да белый горячий совсем вы не волнуйтесь спасибо